Полезно ли авокадо? Говорят, что авокадо – очень хороший источник антиоксидантов. И, возможно, так оно и есть, по сравнению с большей частью того, что люди едят. Но по сравнению с другими распространенными фруктами, авокадо не особо-то примечательны. Они содержат, правда, два полезные для глаз каротиноида, которое можно найти в темно-зеленых листовых овощах – лютеин и зиоксантин. Собственно, поэтому мексиканцы получают эти каротиноиды больше других. Самые важные каротиноиды сосредоточены в самой темно-зеленой мякоти возле кожуры. Поэтому следует рекомендовать метод надрез и очистка, чтобы получить самую питательную внешнюю часть авокадо. В письме о питании и здоровье Тафтса подробно описано, что это значит. Разрежьте пополам вокруг семени, вдоль длины авокадо. Поверните на четверть оборота и снова разрежьте вдоль, чтобы получились четвертинки. Затем отделите четвертинки и удалите семя. И, наконец, начиная сверху, надрежьте и аккуратно снимите кожуру так, чтобы не потерять питательную темно-зеленую мякоть сразу под кожурой. Авокадо также может улучшить всасывание каротиноидов в других овощах, так как каротиноиды, такие как бета-каротин, жирорастворимы. Однако многие из источников каротиноидов, такие как сладкий картофель, морковь, зелень, содержат очень мало жира. Поэтому если их просто съесть без какого-либо источника жира в желудке, можно смыть много из этих питательных веществ в унитаз. Запомните, важно не то, что вы едите, а что всасывается. Вот количество бета-каротина, которое попадает в кровоток через 2, 3, 4, 5, 6 часов после употребления чуть больше чашки сальсы. Здесь есть небольшой скачок, и то же самое с красным пигментом ликопином. Хорошо, а вот теперь столько же сальсы с добавлением авокадо утраивает всасывание. То есть, если вы едите помидоры без какого-либо источника жира, как авокадо, орехи или семена, большая часть этого ярко-красного красивого ликопина попадет в унитаз, а не в ваш кровоток. То же касается салата из шпината, моркови и салатных листьев. С обезжиренным соусом бета-каротин вряд ли попадет в ваш организм, но добавьте авокадо, и в 15 раз больше бета-каротина циркулирует по вашему телу. Но нужно ли вам авокадо целиком? Как насчет половины авокадо? Эффект почти такой же, работает так же хорошо. А как насчет четверти авокадо? Мы не знаем минимальное количество жира, необходимого для оптимального всасывания каротиноидов. Может это всего лишь несколько грамм на один прием пищи. В таком случае, 1-8 авокадо будет достаточно, или просто 1-2 грецких ореха. Интересно, что авокадо может не только увеличить всасывание каротиноидов, но и улучшить их последующее превращение в витамин А внутри тела. Людям дали морковь с и без гуакамоле. И то же, что мы видели раньше, намного больше бета-каротина в крови после употребления еды с добавлением гуакамоле, по сравнению с тем же количеством моркови без соуса. Вообще-то, в 6 раз больше. А если бета-каротин превращается в витамин А в организме, то и витамина А должно быть в 6 раз больше, так? Нет. Витамина А оказалась больше в 12 раз. Витамина А было также намного больше витамина К, другого жирорастворимого витамина, хотя это отчасти потому, что авокадо само содержит витамин К. Но не так много, заявляет этот обзор, спонсированный индустрией авокадо, чтобы людям, принимающим антикоагулянт Кумадин, стоило беспокоиться. Но это неправда. Мы уже много десятилетий знаем, что хоть авокадо и не содержит чрезмерное количество витамина К, он всё равно нарушает работу Кумадина, также известного как варфарин. Правда, мы не совсем знаем почему. Он может повысить печёночные детоксикационные ферменты или предотвратить всасывание лекарства. Но в любом случае, те, кто принимает кроворазжижающий Кумадин, возможно, захотят положить в свой салат грецкие орехи. Продолжение следует...